Это первая международная игра в этом году. Насколько готова команда? Сейчас проходит чемпионат, поэтому мы в хорошем игровом тонусе. Мы подготовились, рассмотрели контрольные соперника, поэтому мы представляем, с кем мы имеем дело. Что же самое важное в этом матче? Самое главное – это пройти дальше. Важно сохранить свои ворота, чтобы не пропустить. Понятно, что хорошая, квалифицированная команда, и дуально сильные футболисты желательно противопоставить свои действия в обороне продуктивно, чтобы нам не забили. И желательно интересно, разнообразно сыграть в атаке, для того, чтобы поразить чужие ворота для выхода в следующий раунд. Они спрашивают, если мы изучали игры и анализировали, то каких игроков Арисова считаются ключевыми? Ключевые – это воротарь, два центрального защитника, Фабио Рейсман и Брабец, Дюкаре и Турбе на чине. Это, скажем так, качественно уже сыгранное. Неплохо выглядит и моментами, хоть и не начался чемпионат, сейчас моментами очень неплохо выглядит. Ну, тут в Греции пишите, никто не знает наш клуб. Если можете, пишите несколько предложений нашу команду, ее слабые места и ее сильное место. Ну, во-первых, сильна команда характером. Мы доказали это, когда отыграли в финале Кубка БАТЭ. У нас есть футболисты, которые имеют опыт международных встреч за сборную своей страны и за клубы, которые участвуют в Еврокубках раньше. А слабые места? Феденцией или БАТЭ? Хотелось бы, чтобы нас не было. В нашей команде слабых места. Учитывая, что два матча будут играться на их стадионе, и особенно на первой, который будет со зрителями, придут все фанаты, будет ли это большим плюсом для Ариса, по Вашему мнению? Ну, я считаю, что большим минусом для нас служат обстоятельства, что мы не сможем играть на домашнем стадионе. Ну, такие правила, и ничего с этим не поделаешь. Мы знаем, что в салониках у Ариса, особенно атмосфера на стадионе, болельщики и фанаты очень серьезно поддерживают команду. Поэтому я считаю, что это плюс, потому что всегда приятно находиться в футбольной атмосфере, когда много зрителей. Для нас, может, это будет немножко непривычно, но я думаю, что мы будем все в одинаковых условиях. Да, будут болеть против нас, но я и думаю, что это будет большая проблема. Для меня тоже международные матчи – это особенный. Особенно в качестве главного тренера я дебютирую. Очень интересно посмотреть на это противостояние. Я думаю, будет интересно и для нас, и для жителей. Вот они говорят, что достаточно высокая температура. Не может ли это повлиять плохо на нас? На что я сказал, у нас тоже бывает такая высокая температура. Ну да, это тоже бывает. Понятно, что условия, может быть, немножко непривычны для нас, но они будут одинаковые для обеих команд. Ну они да, привыкли. Они привыкли, но ничего страшного, я думаю, что это не будет главным фактором в нашем противостоянии. Чего даже дальше к завтрашнему матчу? Я думаю, это будет очень тяжелая игра. Хорошая команда нам будет противостоять, огромная армия поддержки. В любом случае, будет тяжелый матч, и буду надеяться, что он будет интересным для болельщиков. Что-нибудь беспокоит тебя по поводу завтрашнего матча? Ну, то есть, что-то есть, за что ты волнуешься? И назови ключевых игроков. Так что, как у вас за него будет задача? Да нет, ни за что не волнуюсь. Это классная игра. В ней будет участвовать всегда приятно. Я думаю, у нас есть и молодые ребята, которые, наверное, его, скажем так, не видели. Для них это будет как праздник. По игрокам у них сбалансированный состав, как по мне, выделяется и турби, наверное. Ну, и, в принципе, в любой линии каждая позиция очень квалифицированная игрока. Поэтому я думаю, что они в чемпионате стали третьими за счет именно команды, а не кто-то один.